Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Дмитрий Дмитрий Денинг Председала DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Желок в 6 Harryatted Дмитрий Денинг Дмитрий Денинг Дост Croissant Добро Д empieza Субтитрия Д�� Нужны амбиции на амбиции очень мало я вот встречаю огромная проблема с амбициозными вот я отбирал их когда в гиг у меня было ну примеру там 33 бюджетных места на них было примеру там общей сложности ну чек 50 довольно приличный конкурс и я выбирал вот по амбиции я видел что глаза горят человек хочет в бой он хочет победить он готов дайте за что-то зацепиться я переверну мир вот журналистике должна быть амбициозность в будущем не должно быть авторитета ну вот то есть ты пришел ты берешь интервью у генерал-лейтенанта или у рабочего там завода для тебя это одинаково интересные люди в продолжении эфира вторая часть ленты валерия тимущенко георгий этот фильм стал открытием и призером фестиваля золотой витязь чем же удивила картина строгая конкурсная жюри дело в том что в ней ведется открытый откровенный разговор от первого лица о войне ветеран георгий совенков размышляет о любви об одиночестве и ну и конечно о войне на которую он ушел 17-летним мальчишкой после смерти старшего брата оборонявшего дом мстил на всех фронтах за прорыв в голубой линии получил орден славы а медаль за отвагу за штурм сапун горы в севастополе ой молодцы ребята что вы приехали а то я сижу и думаю и что мне обедать а ты знаешь когда один ну ничего не хочется так кое-чего перекусишь туда-сюда или на этом дело конец а вот когда компания собирается все становится на место освобождение тем рука у нас было сказать боевое крещение понимаешь ты и мы счастью выдержали это крещение в лоб нам трудно было взять это ты представляешь трудно было взять потому что все таки укрепление сильнейшие были у них тогда мы сделали так припёрли немцев кувяне и высадили десант сзади немцев около ахтанизовской на пересы те ударили с тыла а мы ударились с фронта и опрокинули всю эту линию форсировали кубань и потом пошли ахтанизовская запорожская сильная потом фанталовская ульич и вышли на перешей чушки коса чушка и все немцы сидели там и немцы и румынии сидели на чушке и ты знаешь вся наша братва не обращала внимания на этих немцев которые там бросали оружие выходили там паскай показывали как строится и они колонами там по правой стороне этой чушки шли в сторону темрюка колонны были одна за одной она них уже никто внимание не обращал мы радостно были позже победили захохотали друг друга обливали водой азовской радости было нас ну а на горизонте маячила земля крыма еще недавно на этом побережье хозяйничали немецкие оккупанты с приходом красной армии ожили рыболовецкие колхозы бригада рыбаков уже выловили десятки центнеров рыбы для родной страны для фронта а а а а а а а а И сломать катушку это можно запросто, а вот ловить рыбу, катушку целую оставить, это дело другое. Ну-ка, даёшь рыбу, давай, 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 давай. Ставрида обычно идёт по дну, ближе ко дну, поэтому надо, чтобы обязательно самодур находился около дна. Если он будет выше, она может просто не взять, но пока я не нащупал, косячка не нащупал. Вот Николаевич уже поймал одну. Ну и у меня уже есть, и у меня уже взяла, по-моему, да, взяла. Вот смотри в воде, как она сейчас у меня появится, блестящая грилянда рыбки золотой. Смотри, вот идёт, смотри, обманула деда рыба. Вот идёт, смотри, вот идёт, вот идёт, вот она, вот. Снимай. Слава, дед вырывается вперёд, ты три, а он сразу четыре вытащит. Крючок голый, никакой наживки не надо, ничего. Крючок беленький, он имитирует с собой рыбку и обманывает её. А она хищница ставрида. Ты хочешь попробовать? Да. Ну сейчас попробуешь. На, пробуй. Вот, начинает брать она, значит, крути катушку туда и слегка поднимай. Поднимай. Тяжело? Нет. Ну поднимай. Вон, смотри, сколько он поймал. Вон, смотри в море. Вон. Да, 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 поворачивай быстрей, поднимай. И она сорвалась. Молодец, умеешь. Ой, какая хорошая рыба. Много. Есть рыбка, есть. Ох, идёт хорошо, полный самодур идёт. Можешь жарить на постном масле, можешь в майонезе, под майонезом, очень вкусно. Вот, смотри. Туда посмотри. Видел? Да. А Володя говорит, нет рыбы в море, нет. Рыба есть. Вот мы её сейчас, мы сейчас её покажем, эту рыбу. Вот, пожалуйста. Вот она, рыба. Вот. Вот рыба. Вот рыба. Вот рыба. Отлично. Это надо сказать, султанский обед. Коку, спасибо. Надо сказать. А кто варил? Роман? Роман. 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 А, а что за такие роман-то, откуда взялся? Ну, гадал он. А. Гадал. А в скоб помнил я его потому, что мама к нему ходила гадать на меня, живой ли я или нет. Потому что от меня, я был как раз во время, это под Будапештом я был, там некогда было писать писем. И вот мама пошла к нему. Она сказала, ой, миленькая, живой. И живой останется. Бог его хранит. А после войны, говорит, еще женится, детей, говорит, нарожает. Вы еще внуков понянчите. Большим человеком будет. Последняя жена у него будет. Раиса. Ну, я женился когда, после войны. У меня Тина Тимофеевна была жена. Видно, не моя судьба. Разошлись мы с нею. Вторая жена была у меня, Мария Тимофеевна. Тоже не моя судьба. Разошлись мы с нею. Вот это ж, Валера знает, в Афибской, в Афибской женщину ко мне, значит, мы тоже хотели жизнь устроить. Антонина Тимофеевна. Не то. Все исполнилось то, что он гадал. Живой остался. Пришел большим человеком. Да, действительно, я закончил институт. Работал на заводе мастером 20 лет в цехе. А потом меня забрали в министерство черной металлургии. И я работал еще в министерстве черной металлургии. Начальником отдела снабсбыта министерства. И вы знаете, где-то судьба моя есть. Я верю в это. Вы ждете еще Раису, да? А? Раису ждете, говорю. Да, жду Раису. У меня судьба Раиса. И будет жена у меня Раиса последняя. И она уже со мной будет до конца моей жизни. И она уже со мной будет до конца моей жизни. Мама, мне сейчас страшно. Не происходит. Я просто просила. Красиво. 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 Поулыбаться. Не хочу я в этом сознаваться. Я хочу жить и наслаждаться. Сиди на березе в моих глазах. Гаснут огоньки в твоих волках. Нас с тобой никого не понимали. А луна по-прежнему сияет. А я ж ваш тут Благовещенский. А чей вы? Мама у меня была директором школы здесь. Вот школу. Школу организовали, которая в Благовещенской. Это ж мама моя директором была первым в этой школе. В каком году? Да это еще в 30-е годы. Еще в 34-35 год. Ну, этот помер Василий Давидович, да? Да. А Иван живой Давидович. Брать его. А Люба Бурцева? А там они недалеко живут. Вы не местные? Нет. Вы местные. Хозяин Жорья Савинков. Жорья. Я сейчас вылезу. Мама моя здесь в школе была директором. Сейчас подождите. Подождите. Вот. Любовь Иларионовна. А, отца. Заходи. Вот это она понесла. А то вы там спрашиваете. Вот так вот. Вот так вот. Мутная. Конечно, мутная. Мы сейчас попробуем, какое оно на вкус. Мутная. Главное, чтобы оно на вкус. Нет, ничего не мутное. Мы ели до конца вроде. Я не заметил. Не знаю. Ммм. Хай воно будет мутное, так и вкусное. Но зато доброе, доброе. В магазине таких вин не продают. А то в Благовещенке только сами пьют в Благовещенце. Так. За все хорошее. Я рад, что ты живаешь. Моя хорошая. Хоть ты, моя. Хоть ты меня еще увидела. Да. Да я тебя еще застала. А я просто мог... Сразу тогда вспомнила. Да. Ну давайте. Ну давайте. Ну за нас. За все хорошее. За все хорошее. За все хорошее. За все хорошее. А сторожем был на Баштане Дед Хибаба. Помнишь? Самый старый был мудрый человек у нас в Танице. С Дед Хибаба. Хибаба. Дед Хибаба. И вот он, значит, выгляжет с ружьем. Выгляжет. Стой, стрелять буду. А мы ему говорим деду, не стреляй. Ось зараз мы бы арбузы и набираем, а потом стреляем. Ха-ха-ха. Ой, я вас знаю, вы учительские дети. Я вас знаю. Да. Вот это наши братья. Казаки. Не будет только. Музыка. 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 Какое было чистое. Солнце. Песок какой чистый. Какие были ракушки красивые. Мы передать им. В колхозе выращивался. Виноград. Раз. Бахчат. А арбузы были. Вот так на колено разобьешь, вот так руками берешь и кушаешь. А потом мы там подпады, заслепай. А венократка. А венократка. А венократка. Венократка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!